Дорогие друзья, мы изучаем с вами первое послание Петра. Сегодня у нас занятие номер 8 и тема «Я должен повиноваться?» и вопросовосклицательный знак, но и многоточие. Да, как повиноваться, так все время есть какие-то оправдания. Давайте мы сделаем повторение. У нас седьмое занятие было посвящено теме священника. Общая тема наша звучит так. Как стоять твердо в одни испытания? Что мы увидели? Мы увидели, что если ты знаешь свою позицию как священника, а священник, он устрояет дом духовный прежде всего из себя. Не тот, который других учит, только. Но из себя устрояйте дом духовный. Мы говорили о камнях, о которых Павел говорит, что краеугольным камнем является Христос, а мы все, как живые камни, устрояемся в этот дом духовный. И как священники мы призваны прежде всего сами соответствовать этому статусу. И, конечно, священник учил других. Но чтобы учить других, надо самому прежде всего соответствовать и понимать то, чему ты учишь. Родные мои, это было у нас. Мы рассмотрели, как описаны христиане, что должен делать я, какие предостережения священникам даются. Мы увидели, что Бог называет нас царями и священниками. Не мы себе этот статус присвоили. Но он говорит, вы цари и священники. И как цари и священники, божьи цари и священники. Это, конечно, помогает нам поднять статус братьев и сестер в своих собственных глазах. Собственно, и наш статус в своих глазах тоже. Потому что мы часто либо переоцениваем себя, либо уж совсем недооцениваем. Давайте посмотрим сегодняшнее занятие. Вот его тема. Посмотрите на нашу табличку. Значит, видите, называется она «Будьте покорны». И цель какая? Цель мы хотим увидеть, кому и как нужно покоряться. Взаимосвязь покорности и страданий, какие благословения Бог дает покорным. Если вся тема звучит, как стоять твёрдо в одни испытания, как может покорность помогать устоять в одни испытания? Вот наши колоночки. Видите, примеры покорности нам даны и каков результат. Конечно, примеры нужны, потому что это священное писание. И оно показывает нам, какие благословения дает подчинение. Что такое покорность? Ну, давайте обратимся, собственно, к уроку, и будет понятно всё. Мы рассматриваем с вами текст 1 Петра, 2 глава, с 13 по 25 стих. И здесь мы читаем. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для Господа царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки, за проступки. Но если делаете добро и страдаете, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Родные мои, значит, вот это слово «повиновение», мы так тему поставили. Важная ли эта тема повиновения, как она связана со страданиями. Важная. Греческое слово, переведенное, как будьте покорны, хупотасо. Вот интересное слово, да? Хупотасо. Первоначально глагол хупотасо был военным термином, означающим подчинение вышестоящему. Любой, кто становился военным и начинал службу, добровольно подчинялся вышестоящему парангу. Это слово встречается семь раз в первом послании Петра и является ключевым в контексте цели написания послания. Конечно. Цель какая? Чтобы вы укреплялись, стояли твердо в благодати. И если это слово употребляется, глав-то всего пять, а семь раз оно упоминается, значит, оно ключевое. И оно играет огромную роль в послушании, да? Поэтому, конечно, наша плоть, она вообще-то Богу подчиняться не хочет. Плоть вообще никому не хочет подчиняться, только своим страстям. Вот, только своей воле. И мы либо плоть подчиняемся, либо Господу. Да, это правда. Давайте посмотрим следующие отрывки и посмотрим их синонимы и запишем, что мы узнали о подчинении и о покорности. И неужели подчинение и покорность могут помочь в испытаниях? В испытаниях ты должен быть трудным, а может быть, еще и зубы, оскал иметь, чтобы вот в этих испытаниях противостать? А нет. Здесь Петр ставит по-другому вопрос. Он говорит, что покорность помогает проходить испытания. Давайте прочитаем 1 Петра 2, 13, где упоминается у нас впервые, да? Мы только что читали, но повторимся. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли верховной власти, правителям ли от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Вот видите, для чего даны начальства? Начальства даны для поощрения. Кого? Непреступников поощрения и прикрытия зла, а поощрения те, кто делают добро. Потому что если правительство запрещает благовестие, если оно против того, чтобы благовестие, Писание распространялось, как оно может быть Богом поставленное. Но Писание тут говорит, а вы знаете, даже мирская пословица говорит, что достойны того, кого выбрали. Но значит, мы сами такие. Если мы сами безбожники, такую же безбожную власть выбираем. Но Писание говорит, вы будьте покорны властям, поощряйте, молитесь о них, чтобы они что? А чтобы они преступников наказывали, а тех, кто добро делает, тех, кто благовествует, тех, кто распространяет Евангелие, чтобы они всячески поощряли. Потому что Евангелие останавливает зло и ненависть. Правда же? Конечно. Конечно. И так покорность – это Божья воля. И христиане, они в любом режиме – это лучшие друзья. Вы знаете, власти, вера всегда это были… Это разный статус. У власти своя задача, а у верующих – это спасение душ. Власть занимается экономическими вопросами внешними, а вера – духовными. Поэтому тут не надо всё это смешивать. Но очень важно молиться, дабы нам проводить же стиху безмятежную. Потому что мятежи, войны, страсти, мордасти – вот чего иногда желает власть. Брятать оружием, пугать, вооружаться. Но Писание нас учит, а вы будете миротворцы. Вы молитесь о них. Ну и не обольщайтесь. Помните, что последние времена будут тяжкие, глады, моры, землетрясения. Народ на народ пойдёт, и военные слухи, и так далее. Всё это будет. И войны, и вражды, и братоубийственные войны. Вот. Но когда увидите, восклоните головы, пришло ваше избавление. Однако продолжим о покорности. Кому ещё надо подчиняться? 1 Петра 2, 18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь, господам, не только добрым и кротким, но и каким? Суровым. Правильно, суровым. Да, господам, это те, с кем мы работаем. Понимаете, часто мы ими недовольны. Ну, мало ли чего. Большей частью мы неправы бываем, знаете, потому что нам кажется, мы лучше знаем. Но на то он и начальник, он поставлен, ты подчинённый, если ты не хочешь таким себя чувствовать, значит, уходи и будь сам начальником. Бывают суровые господа. Ну что, подчинение, оно помогает тебе проходить испытания. На работе, да. А так ты поспорил, поругался, работу бросил, работу не нашёл. Вот чем кончилось то испытание, которое могло быть тебе благословением. И, может быть, глядя начальник на твоё подчинение, тебя бы поставил рангом выше, но ты не выдержал этого испытания. Смотрите дальше. Ибо кто угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая как несправедливо. Вот это уже, конечно, очень трудно. Страдать несправедливо и ещё как-то это взять и оправдывать. Ну что, родные мои, тем не менее, давайте возьмём это на вооружение, что, делая добро, терпим, и если мы страдаем за справедливость, за Божью правду, Бог нас не оставит, это помогает проходить правильные испытания. 1 Петра 3.1. 2 Петра 4.1. Одна сестричка мне говорит, вот я всегда хочу сделать по-своему, муж так, а я так, сколько раз я так не делала, всё получалось плохо. Наконец я для себя поняла, смирись и сделай, как он говорит. И вдруг, говорит, стала видеть лучше и меньше устаю, и ответственность он берёт на себя, и зачем тогда мне это нужна головная боль, если ничего хорошего из неё всё равно не получается. Поэтому повиновение в Божьем, повиновение, когда муж берёт ответственность за семью и к чему-то ведёт семью, а ты что-то хочешь своё, совершенно другое. Можно это вместе сообща решать, это не значит, что у женщины нет никакого слова и возможности что-то сказать. Но другое дело, что может быть последнее решающее слово и дать ему, да. Пусть он тогда за него и отвечает, раз он выбрал это решение. Поэтому повинуйтесь, это всегда хорошо, это украшение. Смотрите, 1 Петра 3, 5. Так некогда святые жёны, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сегодня украшений каких только не существует. Вот библейское украшение, повиновение мужу. Когда муж с женой рядом, и она кротко, смиренно, а не такая, что я всё знаю, кто ты такой, что... Посмотрите со стороны, как это видно, правда, и как это украшает кротость женщины. Вот, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядность одежды, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Помоги нам, Господи, помоги нам, Господи, в этом. Итак, мы увидели подчинение власти, подчинение в семье. И дальше мы видим, смотрите, 1 Петра 3, 22. «Который, восшед на небо, пребывает одесной Бога, и которому покорились ангелы власти и силы». Все небесные ангелы и все небесные силы подчинились кому? Господу Иисусу Христу, потому что Он совершил спасение для нас. И мы видим, что есть иерархия там. Видите, подчинение друг другу – это смирение. «И все небесные небожители подчинились Господу Христу». Не так ли мы должны подчиняться каждый на своём месте? Давайте посмотрим 1 Петра 5, 5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным даёт благодать». Вот это подчинение друг другу, смирение, оно даёт благодать. Если мы ставим тему «Как проходить испытания?», «Как проходить жизненные трудности?» А вот такой ответ – подчинение. Если ты молишься о властях, подчиняешься, выполняешь свою часть, платишь налоги, не делаешь зла, выполняешь свою часть как христианин, то другая сторона – ты и в семье выполняешь свою часть, потому что в семье, знаете, все друг другу подчиняются, но всё-таки есть младшие, которые подчиняются старшим, жёны, которые подчиняются мужьям в благоговении, в уважении мужей. И тогда, конечно, этот статус, он очень высокий. Он даёт нам силы преодолеть трудности и испытания. Первая Петра, также здесь вторая часть пятой главы пятого стиха. «Облекитесь смиренно мудрым, Бог гордым противится, смиренным даёт благодать». Гордость погубила когда-то первых людей, потому что они захотели быть как боги. Сатана соблазнил, но решение это было за человеком. Они приняли это решение, и это была гордыня. Мы будем, как он, а может быть, даже и лучше, мы сами знаем. А что получилось? Убежали от Бога, скрылись, спрятались, потеряли общение с Богом и жизнь вечную потеряли. Поэтому хорошего ничего не случилось, трагедия случилась. И эта гордыня, она первым самого сатану смутила. Понимаете, сатана первый, тот, кто стал гордым ещё до сотворения человека, это произошло. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари?» «Вот потому что ты говорил, о, вошёл на высоту небес, буду подобен Всевышнему». Мы читаем у Эзекииля 28 главы, Исаия 14 глава. «Его погубила гордыня». И он этой же гордыней соблазнил человека. Поэтому гордыня – это противовес подчинению. Подчинение – оно смирение. Оно не себя выдвигает. А подчинение, говорит, Бог говорит, так хорошо, так буду делать. И тогда душе хорошо, делу хорошо. Вот так, родные мои. Бог гордым противится, смиренным даёт благодать. Возьмём себе на вооружение эти слова. В первом послании Петра есть ещё одно слово, надо его рассмотреть. Называется оно, смотрите, «хупокоуо» означает «слушать» или «слушать внимательно». Получается, подчиняться – это слушаться, понимаете? Давайте 1 Петра 3, 6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дейте её, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». Видите? Значит, подчиняться – это слушаться. Вот Авраам принял такое решение. Мне Сара смиренно принимала и подчинялась. А он-то был великий человек, великий муж Божий. Радостно ему было подчиняться. Но вы знаете, внутри нас такое живёт, что там, где и радостно подчиняться, почему-то не радостно. Вот Сара подчинялась, и она получила большое благословение. Она получила сына в 90 лет. Подчинение, но с наградой. Какую взаимосвязь вы видите между послушанием и страданием? Вот смотрите. Мы читаем с 13 по 25 стих второй головы. Что здесь сказано? Что вы будьте покорны, а дальше сказано, что не только добрым, но и суровым слугам, если вас бьют за проступки, награда какая или похвала? Никакой. Но посмотрите на Христа. Он, будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал всё то судье праведному. И написано, что вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. И, будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал всё то судье праведному. Вот такое приглашение нам на наших работах, может быть, в семейных отношениях, в испытаниях, трудностях, смотреть на Христа и сказать, а я не буду мстить, я не буду угрожать, а я буду всё то предавать кому? Господу Богу. Видите, мы посмотрели примеры покорности. Какие примеры? Это подчинение властям, это подчинение в семье, это подчинение друг другу. И каков результат? Ну, всегда результат – это благословение. Если мы поступаем по Божьей, тогда это благословение. Каким должно быть моё поведение? Как я подчиняюсь Богу и подчиняюсь ли я? Можно ли назвать моё послушание подчинением? Пусть Господь благословит нас, потому что повиновение, подчинение Богу, оно приносит награду, оно приносит тишину, мир в сердце, и оно помогает нам устоять твёрдо во дни испытаний. Субтитры подогнал «Симон»